всем привет мои хорошие с вами константин и сегодня будет гайд по арку вот мега фарм мега фарм в соло особенно если на pvp серверах это скрытый фарм под водой вас никто не видит все безопасно и спокойно прежде чем я приступлю ко всему объяснению я сразу хочу заострить ваше внимание на месте вставания или как месте спавна игрока персонажа да вот выбираем hingland and если вы у себя на базе неважно на какой карте собрались на этот фарм взяли все необходимое я сейчас все буду показывать то при спавне на карту рагнарог заостряю ваше внимание это делается на карте рагнарог есть и другие карты с хорошими подводными ресурсами но здесь я нашел более жирное место для меня это самое удобное вы можете себе выбрать какое захотите если знаете про такие места вот важно встать на именно hingland and взяли в себя все все что нужно и вот здесь вот между 60 70 по горизонтали вы встаете где-то да и поплывем мы с вами в подводном ущелье многие будет это ущелье знать с обсидиановыми камнями с простыми камнями с кристаллами вот она пролегает на север и вот здесь вот поворачивать небольшом с небольшим ответвлением с развилочкой сейчас мы все это увидим итак встаем нажимаем спавну если вы играете на pvp серверах это очень важно потому что вы в соло можете делать это скрыто никакой магмазавр со скифом или краб с анкилозавром не даст вам безопасность если вы делаете это на поверхности делаем гамму поярче так как у нас сейчас ночное время и смотрим что же взял я с собой ну так как я нахожусь на pvp серверах я думаю мне лучше где-то спрятаться ну в принципе у меня скин такой что прятаться будет тяжело давайте с вами хотя бы вот здесь где-нибудь приляжем на бережочке присядем вот так вот вот итак погнали то что я свечусь это просто скин вы знаете да для того чтобы формить под водой по 300 слотов ресурсов в без перегруза нам понадобится так нагрудник и элементная пыль 1000 вот для тех кто не в курсе да что так нагрудник и еще трансмиттер нам нужен что будете отсюда установлены я покажу где нам нужно пройти хотя бы дракона на сложной сложности если так дорог так трансмиттер открывается на средней сложности то так нагрудник это сложная строй сложность желательно арену рагнарог или у альгуэра как бы многие из вас уже ребята играют годами в арк тысячи часов наиграно и у многих персонажей на разных картах у которых открыт так полно согласитесь я понимаю что новичкам этот гайд не совсем подходит но что но знать эту информацию нужно даже новичку что вы понимали почему нужно стремиться к теку вот у большинства игроков в арке у многих да и уже давно открыт так и этот гайд не будет проблемой для них вот трансмиттер открыт так нагрудник открыт все отлично 1000 элемента что элементной пыли это формится буквально за два-три удара диди курсом невысокого уровня фуловым на экстиншене встаете на западной части города к дополнение платный экстиншен до карта бьете там возле транс возле как его возле терминала кофейные столики из них падает куча электроники куча кристаллов и куча элементной пыли ну как не куча ну на x1 рейтах себе 4000 это четыре элемента вы набьете легко даже на x1 рейтах вот чтобы вы имели возможность получить на любой карте так как элементная пыль переносится между серверами чтобы вы имели возможность крафтить себе элемент ребята вам нужно на экстиншене открыть инграммы вот я выбираю инграммы карты инкстиншен находясь на этой карте на 55 уровне 58 если у вас персонаж уже качнулся сделать это можно на картике на айланде да на острове буквально там за день вы вкачаетесь за какой за день за пару часов побегать по заметкам вы себе 70 уровень возьмете вот открывайте вот эти две инграммы нестабильный осколок и нестабильный элемент нас интересует первую очередь нестабильный элемент как только у вас эти осколки этих граммы будут открыты на любой карте вы сможете формить крафтить себе элемент из элементной пыли которую будете добывать там же на экстиншене на любой карте нам нужен всего лишь один элемент чтобы запитать наш так нагрудник и теперь не будем болтать потому что на крафт нужно время создаем один элемент из этой пыли вот она в принципе через пару минут будет готова а я тем временем вам буду рассказывать дальше вот для этого нам еще понадобится кислородный баллон хотя бы немножко чтобы кислорода было в нем потому что мы будем с вами переодеваться так нагрудник позволяет нам передвигаться в перегрузе в любом перегрузе и запитанный элементов так нагрудник под водой вы это знаете кто не знает знаете вот и думк ли остею вот он у меня здесь дом клеосты ребята прошу заметить у меня не full не топовый просто 80 по моему я приручал когда-то у него сейчас 300 процентов урона 308 308 процентов урона это как бы половина того что можно взять из топового думк ли остея можно из него было взять до 700 урона можно вкачать у 150 легко даже пускай 650 то есть я буду сейчас ресурсов получать два раза меньше чем бы мог плюс есть еще вы знаете привязанность если с привязкой вырастить 30 процентов кстати там 20 процентов от диких статов идет к урону и кп и другим там статам и плюс 30 30 процентов идет если вы сидите верхом на нем то есть этот фарм увеличивается еще на порядок а можно еще взять вот у меня девочка можно еще взять мальчика и будет еще бонус от их него бафа любви к урону чем больше урон тем больше вы бьете ресурсов но я вам буду показывать в таком виде и все равно ресурсов будет много вот все хватит значит болтать ну берем покушать и очень важно важно ребята еще забыл про похлебку лазаря сказать похлебка лазаря она позволяет вам дышать под водой до гораздо дольше когда вы будете пить чтобы не переодеваться слишком часто вам так костюм не позволяет дышать он позволяет вам перемещаться под водой перегрузе иногда надо будет надевать кислородный баллон чтобы на буквально на пару секунд чтобы отдышаться чтобы не делать это слишком часто рекомендую брать с собой похлебку лазаря скушали и у вас буквально там на несколько минут на минут пять не помню будет возможность вообще не думать о кислородном баллоне если у вас есть диплокаус то просто пресс видит присвистывать его к себе на низкую дистанцию следование и он будет постоянно возле вас где бы вы ни были и просто поворачивайтесь к нему нажимаете кнопку е и берете кислород и все осматриваются чтобы не пиздюлей тут не дали до берете кислород сколько вам надо покушать подзорная труба не надо вот это вот минимальный набор который нужен для мегафарма мы здесь заспавнились помню на kingland n на заныриваем на сороковку под попадаем под воду сразу достаем нашего дункле остея вступление было очень долго ребята потому что это все важно это вся информация очень важная для тех кто ей не обладает как только мы занырнули вот видите слева сразу мы увидели вот такие вот кристаллы это начало этого самого самого ущелья огромного да это брак практически с самого берега вы его сразу найдете видите вот берег прямо начинается где пляж мегалане на огнарке тут фармить мегалане яд если вы на босса собирайте супы да вот только начинается этот пляж фактически и здесь же начинается это в ущелье также рекомендую ребята с собой брать противогаз противогаз позволяет видеть под водой так как будто вы на поверхности очень далеко и все четко никакая маска подводная вам не заменит противогаз под водой вот я противогаз не брал чтобы гайд был более приближенный к тем ребятам которые будут сюда ходить ну не у всех всегда есть противогазы это такое знаете нихера не простой лут у него и прочка есть поэтому я решил показывать более естественной обстановке вот что мы делаем на данный момент вот элемент уже готов заряжаем им так нагрудник перетащили вот у меня сейчас кончается кислород надеваем кислородный баллон сейчас мне не обязательно самому все в себе таскать мой дом клеостей еще не перегружен поэтому начинаем бить обсидиан обсидиан выглядит вот так огромные черные блестящие камни и дальше и плывем по ущелью я не буду показывать все ущелье вы сейчас все поймете и дальше все будет быстро в конце будет очень важная информация по животному чтобы его не потерять поэтому досмотрите до конца видео ребята поставьте лайк если информация вам понравится вот и в конце будет очень важная информация вот я беру кристаллы беру обсидиан смотрите за один укус обсидианового камня я металла получаю больше чем самого обсидиана порой за укус потому что 280 сейчас вот упала металла и 200 там 20 по моему обсидиана давайте на этом камне посмотрим смотрите я взял 256 обсидиана и 312 металла то есть металла еще больше падает хотя камень этот обсидиановый формим мы скрытно безопасно здесь иногда бывают мегалодоны там 12 на всю на весь всем пути но дух ли стоит омега танкующие животное подводная у него голова практически не пробивается да он обладает огромным уродом уроном хоть и у него невысокая частота атаки он любую акулу разгрызает в клочья даже альфа акула если топовые будет дункле остается хорошим седлом вот у меня просто фиолетовая он даже альфа акулу акулу загрызет если попались то бывает иногда здесь плавает альфа мозазавр очень редко один раз я увидел там в конце просто если он на вас сагрился уходите вверх просто всплываете не бойтесь он вас не убьет не успеет и близко убить просто вверх всплыли он отагривается он плавает только на низких на глубоких глубин глубина поэтому не бойтесь но я сколько здесь формулю допустим было такой один раз а уже ходил сюда я десятки раз вот сейчас мы будем смотреть дальше механик я много говорю потому что я пытаюсь учесть все каждую мелочь как то с которой вы можете столкнуться ребята в будущем поэтому не судите строго вот плывем плывем я уже перегружен до понимаем что-то дальше таскать а много не смогу заформить нам нужно очень много 300 слотов естественно я это делать не буду видео вы просто поймете весь смысл когда я сейчас покажу все дальше все я уже начинаю быть замедляться вот не пропускаем кристаллы да тут много камня много обсидиана и металла с кристаллами все что вам нужно вы оставляете допустим мне не нужен камень мне у полно мне не нужен обсидиан и в обсидиана здесь можно набивать 300 слотов даже на x1 рейтах понимаете а что такое обсидиан это будущий ваш полимер цементную посту на extinction и допустим можно с бобровых а так собирать просто на восточной части города под зеленым обелиском там куча бобровых а так и в западной части где фармить даже элемент как я говорил с дезикурусом элементную пыль там же вокруг этого вот амфитеатра или как его называют птичником кто как тоже куча бобровых а то где можно ну в общем с этой к стены можно выносить по 10-15 тысяч цементной пасты в худшем случае 5000 если кто-то там перед вами уже пробежал но на официальных пвп серверах или пв я серверов очень много сотни до можно найти себе всегда цементную посту кто-то привык форме все на рагнарке с помощью виверны там в секвой к прилетели по форме лида но там же опасно так на extinction выпрыгнули с голой жопой и принесли даже больше чем с рагнарка вот это как бы маленькое отступление вот я выбросил то что мне не нужно обратите внимание камера смотрела вперед то что мне нужно я поворачиваю камеру в ту сторону в которую я буду брать и на кнопку 0 то есть на кнопку о английская о я выбрасываю ресурсы если вам нужно делать это все быстро то мышкой вводим по ресурсам и это еще ускоряет выбрасывание кто не знал просто нажим просто удерживая а не так быстро надо водить мышкой я такие мелочи рассказываю потому что многие могут этих не знать я понимаю что многие из вас уже профессионалы и все такое можно надеть ласты хотя это не обязательно мы будем двигаться за счет реактивной тяги надеваем так нагрудник на кнопку f нажимая не на е а на f мы собираем почти что как кнутом просто не на такую большую дистанцию об видите вокруг все он собирает я уже в перегрузе шифту им шифтик нажимаем и благодаря так нагруднику мы можем собирать все и на f забираем садимся на двум клеасты теперь он перегружен он же никуда не двигается вы посмотрели да кстати совсем забыл похлебка лазаря нажимаем и в начале должен был прожать теперь я могу дышать намного дольше чтобы не перед не заниматься переодеваниями еще раз переоденемся и обратно так нагрудник подышали все с учетом похлебки лазера я смогу долго теперь сделаем самое важное теперь когда мы в перегрузе думка стоит не может под ну нас вести нажимаем поведение изменить дистанцию следования со среднего на низкий чтобы он за нами плыв подплываем спокойно шифту им да мы перегрузим только за счет реактивной тяги благодаря элементу присвистываем к себе на кнопочку т английскую сейчас он немного повтыкает и поплывет все теперь дальше весь фарм происходит со скоростью звука дункле остея плывет за вами вы просто садитесь на него в нужном месте и нажимаете левую кнопку мыши просто прогрызайте все что попадается у вас на пути если вы возьмете напомню противогаз вы будете все здесь видеть много лучше посмотрите сколько здесь огромных этих камней и сколько ресурсов это фарм ребята на x1 на официальных пвп серверах многие играют на x3 на x5 на x15 и в соло вот такой фарм вам позволит очень быстро обогатиться ресурсами построить базу мечтой согласитесь причем на пвп играя очень важно чтобы вас не ливнули потому что я понимаю сейчас будет кричать скиф магмазавр ребята какой скиф и магмазавр скиф открыто на легкой сложности пройти генезис то есть пройти кучу миссии там в районе 55 чтобы получить доступ или кто-то вас сводить должен карту рагнарог тоже как бы проходить занятия не из простых но большинства игрока уже это пройдено карте рагнарог много лет и многих ребят этот так открыт на разных картах вот скиф и скиф все равно вам не позволит загрузиться на 300 слотов как здесь так загружается персонаж скифа по моему 30 тонн тоннаж смотрите что и вот сейчас я вот да вот пофармил я сажусь на него опять выбрасываю мне камень надо если я буду делать кучу пороха естественно буду приходить за камнем и оставляю только металл и кристаллы мне обсидиана час на базе не нужно обсидиана у меня там не знаю слотов 600 уже я уже столько вот кто вытащил что у него на неделе три вперед запасом на полимер кстати по поводу полимера с цементной пасты добавляется да и делаете в репликаторе все это очень быстро происходит не надо мучиться со ступками или там с хим столами они в этом как детом полимер в станке да вот как бы не надо всем учиться используйте репликатор вот и это не органический полимер прошу заметить вам не нужно каждый раз куда-то ходить формить органику притаскивать и понимаю что органика этого ну как бы много и ее можно бить там медведем на то есть не медведем одетику дедикурусом там на карте кристальная острова или медведем в радиоактивной зоне там где нет радиации там как бы карман набираться и цветочков можно все это понятно кучу таскать но вы принесли и завтра у вас уже этого органического полимера нет он испортился а вот такой запас обсидиана позволит вам просто постоянно по кд формить кучу блин полимера который будет лежать на вашей базе бесконечно долго в другую сторону выбрасываем не забываем двигать мышкой и прожимать о да подплываем шифтуем на f нажимаем кнопочку и забираем все как кнутом по многу вокруг просто кнут работает дальше этот как его кнопка f рядом с персонажем теперь наблюдаем за моим инвентарем обратите внимание у меня более пяти тонн веса 5 700 я загружался себя чуть до 100 тонн просто 300 слотов забивал в говно и все хотя у меня 304 килограмма но благодаря так нагруднику повторюсь я это делаю бесконечно долго я не буду вам сейчас фармить все ущелье я просто показываю свою саму механику поэтому давайте я просто пролечу по маршруту покажу вам все и мы отправимся на заключительную часть гайда криоподиум нашего дункле остея все и теперь я лечу вдоль ущелья посмотрите вон там мы начали смотрите какое оно длинное и огромное куча камней обсидиана там в ущелье внутри внутри тут у нас кристаллы здесь у нас обсидиановые камни с металлом проплываем дальше смотрите здесь относительно спокойно никого нету на дне спокойно и безопасно скрытно до бывает иногда мегалодончик его загрызть как два пальца если на альфа мазозавра наткнулись выбирайте себе спокойный рагнарог диониски онлайн и спокойно устанавливайте свой трансмиттер и занимаетесь фармом можно даже поставить плод где-нибудь в этом районе чтобы сплата вставать не на побережье как я встал а сплата если вы боитесь что пока вы будете там прогружаться на пляже вам там голову на свою смотрите вот я доплыл до перекрестка давайте мы с вами наденем опять баллон и обратно вот здесь есть поворот ответвление ты тут тоже немножко кристаллов больше кстати чем там попадается тоже обсидиановые камни но этот как бы ответвление это небольшое видите вот я лечу лечу кстати ласты не обязательно это я так взял они немного рывок дают когда без шифта в начале все здесь тупик видите возвращаемся назад и там влево поворачиваем буча с конец записывая свою проводя свои стримы я решил ребята вам некоторую информацию доводить более углубленно более разжеванно именно в виде гайдов и летсплеев так как человек который ищет информацию он будет гуглить да будет в поисковике задавать запросы и попадать на подобное видео в стриме информацию искать очень тяжело все здесь повернули налево опять такая же ситуация обсидиановые камни кристаллы и еще самое важное в конце ребята не сказал так что лучше досмотрите вот еще обсидиановые камни здесь заканчивается ущелье где вы хотите установить свой трансмиттер абсолютно неважно главное чтобы это время место было скрыто я вам покажу где я поставил как мне удобно я проплываю с того пляжа все ущелье и доплываю до тупика здесь в тупике смотрите проход можно выше всплыть сверху плыть это неважно я вот так вот через проход проплывая здесь через плавку проход здесь кстати такое неплохое местечко может кому-то захочется базочку поставить ну имейте ввиду это место как бы формятная на многие хотя я здесь ни разу никого не видел проплываем дальше и здесь выходим еще одно ущелье маленькое ущелье тоненькая и вон там внизу ребята я установил свой трансмиттер вот он устанавливаете на два фундамента потому что один фундамент может ребята диспавниться вместе с вашей конструкции с вашим тег трансмиттером я установил вообще на 4 фундамента но вообще надо минимум 2 желательно вот здесь ребята смотрите нефть если выдан клеостей еще не спрятали формите нефть туда вдоль по ущелью этой нефти тоже нормально можно 1000 от той 2000 набить здесь вот на этом месте где я сейчас нахожусь спавниться красный подводный дроп это эти места рандомные и постоянно его здесь не будет этих точек на дне морском рагнарка как и на айленде на центре до на искрится кристальных островах вальгуэры их много и спавнятся эти дропы рандомно по всем этим точкам спавна на данный момент сейчас их нет но имейте ввиду что здесь может быть красный дроп 80 уровень нужен чтобы взять такой дроп проплываем дальше смотрим что здесь у нас еще нефть и туда дальше по ущелью у нас куча нефти ребята поэтому если у вас куда он позволяет по времени если не еще есть время про что именно я говорю сейчас покажу если кто-то не в курсе можно поформить еще и нефти то есть мы форме металл обсидиан кристалл камень и нефть 5 ресурсов ребята в том количестве в котором вам надо что не надо выбрасывайте 300 слотов забивайте чем надо на x1 рейтах на своем дункле остея сразу вам говорю я набиваю 65 660-65 слотов металла это больше чем пол промышленной печки в печке по моему 100 100 слотов то есть это в районе 18000 металла делим пополам на переплавленные если считать получается 9000 металла и вытаскиваю с этого маршрута все остальное можно забивать обсидианом 220 слотов это просто дикое количество да или же плюс еще также две тысячи с половиной до трех тысяч кристаллов я вытаскиваю отсюда это на x1 рейтах с моим дункле остеем на 300 уровня на 300 урона у вас же может быть дункле остей на 600 700 урона если даже не брыженый не мутированные обычные просто топовый раскачанный урон плюс привязанность стопроцентная плюс самка или самец чтобы образовался баф любви то есть этот урон еще больше вырастет то есть металл можно формить по 2 печки даже на x1 рейтах но по полторы печки точно если у вас стопроцентная привязанность топовый дункле остея на 600 700 урона и плюс еще там самочка или самец до понимаете как увеличивать урон вот поэтому такие дела теперь мы так давайте мы сейчас наденем с вами вот это вот дело подышим сейчас конец видео будет все потерпите немножечко осталось все я подышал кстати можно похлебку съесть вот у меня сейчас кислород а кстати все мне уже не надо это дело просто шифту им к трансмиттеру находясь возле трансмиттера старайтесь быть на подложке да но над полом потому что есть свойства под водой вы немножечко опускаетесь постоянно да а если у вас под ногами есть твердая почва как говорится до опускаться вы не будете теперь чтобы не иметь возможность дышать можно просто надеть кислородный баллон костюм нам не нужен и смотрим на f я нажимаю у меня кулдаун ребята три минуты да вы смотрите какой у вас что это значит это время пока она не истечет на ресурсы не позволит вам эти ресурсы перенести куда-либо на другой сервер поэтому вы здесь выжидаете если время есть можно поформить еще нефти и потом быстренько креоподите дункле остея собирайте все ресурсы все да и уходите на ту карту на которой вы захотите как это выглядит допустим нажимаете сервера выбираете какой вам нужен сервер если кто не в курсе допустим вот я живу допустим на кристальных островах выбираю этот сервак и прожимаю перейти с выжившим но после того как прошел кулдаун прошло время иначе вы ресурсы оставите здесь вас будет предупреждение правда но все равно теперь самое важное по поводу вашего животного вашего дункле остея кто-то может еще будет брать диплокауса чтобы не мучиться с вот этим с переодеваниями из с похлебкой лазаря если у вас персонажи забита все 300 слотов вы забили все 300 то когда вы закри а подите в конце свое животное того же дункле остея и диплокауса если он у вас есть собой вас креоподы станут пустые живка пропадет из них это происходит потому что система как бы хочет куда-то поместить это животное а у вас уже все 300 слотов забиты забиты и не как некуда помещать это животное не не расстраивайтесь просто-напросто выходите из игры до выход в главное меню а нет сначала ссори ссори сначала вы освобождаете один стак выбрасываете один ресурс допустим один стак обсидиана выкинули там до один под под креопод после этого вы выходите перри заходите обратно на этот сервер просто релого и тесь и в креоподе ваше существо появится обратно то же самое происходит с ресурсами у многих были проблемы когда они кнутом берут в себя кучу ресурсов забивают 300 слотов кучу предметов там яйца там седла неважно забиваете по 300 слотов потом кнутом еще что-то подбирайте а ну хлоп и нету потому что слоты то уже закончились тоже не переживайте освобождаете место освобождайте слоты потом под то количество ресурсов и ну предметов которые вы взяли который вас пропало и тоже релого и тесь вышли и зашли и все должно вернуться быть в инвентаре то же самое с животными это очень ваша важная информация имейте ввиду всегда оставляйте один слот под креопод 299 себе набивайте ресурсов слотов один слот должен быть под дунгли остея чтобы у вас все было хорошо вот как только выходит вот у меня одна минута осталось я выберу свой сервер и прыгну таким вот макаром как бы можно фармить мега фарм соло под водой но если у вас есть так я понимаю что новичку это информация которого не открыт так не совсем актуально но знать это тоже нужно всем на этом буду заканчивать ребята гайд кому гайд был полезен ставим лайки подписываемся прожимаем колокольчики и строчечку выбираем все уведомления в этом колокольчике чтобы получать уведомления о моих видео и летсплеях гайдах все спасибо ребята за ваше внимание пока пока до скорых встреч